Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере «Интеллектуальная собственность». Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. Представим ситуацию. Вы листаете новый выпуск журнала, где публикуются научные работы и статьи. И вдруг под именем Иванова Ивана Ивановича вы обнаруживаете опубликованную свою работу. Это же нарушение закона. И вы решаете идти в суд, чтобы отстоять свои права. Но прежде всего вам необходимо собрать доказательства, которые будут подтверждать вашу правоту. И в этом видео мы расскажем, как правильно это сделать. Ранее я уже рассказывала, что очень весомым аргументом является свидетельство о регистрации авторского права на произведение. В данном случае правообладатель закреплен в свидетельстве, а обязанность доказывать либо опровергать авторство ложится на плечи ответчика. О том, как правильно зарегистрировать авторское право, мы уже говорили в видео «Миссия выполнима. Как зарегистрировать авторское право на научное произведение». Но с другой стороны, законодательство говорит о том, что авторское право возникает с момента создания произведения. Что же делать в случае, если вы не подавали вашу научную работу на регистрацию? Например, одним из важных доказательств может служить информация о более ранней публикации вашей работы под вашим именем. Например, согласно закону Украины об авторском праве и смежных правах, автором произведения считается лицо, которое указано на экземпляре произведения или его оригинале. В этом же случае автором можно считать лицо, которое использовало псевдоним, если автора можно идентифицировать. Например, в качестве доказательства вы можете предоставить журнал или книгу, где вы уже ранее опубликовали свою работу под своим именем. Но когда произведение еще не было опубликовано, вам придется доказывать факт создания именно вами. Моя рекомендация – сохраняйте все рукописи, черновики, промежуточные варианты, эскизы, макеты, где указаны ваше имя, место и время создания произведения. Так вы сможете подтвердить, что именно вы работали над созданием спорной работы. Существует очень-очень-очень старый метод, который, несмотря на эпоху интернета, используется до сих пор. Вы можете распечатать произведение после того, как только его создали и отправить его самому себе обычной почтой. 100% гарантии доказывания авторства в этом случае нету, но так вы покажете, что произведение нарушителя не является оригинальным. Также доказательством могут служить показания свидетелей, которые наблюдали, как вы работаете над созданием статьи. Или в процессе рассмотрения дела суд может назначить лингвистическую автороведческую экспертизу. Для всех наших постоянных зрителей небольшой бонус. В официальных реестрах можно проверить, зарегистрировано ли авторское право на произведение. Так, на сайте государственного предприятия Украинский институт интеллектуальной собственности по базам специальной информационной системы Укрпатента можно проверить, зарегистрировано ли авторское право по наименованию автора, правообладателя, либо же наименованию произведения. Не пропускайте новые видео, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании к этому видео. Мы ответим обязательно на все из них и снимем новое информативное видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.